Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью. В нынешнем году во всех регионах Украины, в том числе в Запорожье, проходит обсуждение концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в нашей стране. Об этом документе мы сегодня поговорим с управляющим делами из полкома Запорожского городского совета Зинаидой Бойко. Бойко Зинаида Михайловна образование высшее закончила Запорожский госуниверситет по специальности учитель истории и правоведения, а также Днепропетровский региональный институт государственного управления Академии госуправления при президенте Украины, магистр государственного управления. Работала на различных должностях в Приморской райгосадминистрации, в аппарате областной государственной администрации, была помощником первого заместителя губернатора Запорожской области с 2010 года, управляющей делами исполнительного комитета Запорожского городского совета. Здравствуйте, Зинаида Михайловна. Добрый день. Что собой представляет проект концепции реформирования местного самоуправления? Когда и кем он был предложен для рассмотрения? О реформе местного самоуправления в стране речь идет уже долгие годы. Предпринимались определенные шаги на законодательном уровне. Однако четкая и продуманная стратегия реформы до последнего времени в нашей стране отсутствовала. Сегодня, к счастью, такой документ у нас уже есть. Концепцию реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине 21 марта на Совете регионов обнародовал президент Украины Виктор Федорович Янукович. С марта месяца в Украине и началось обсуждение концепции реформирования местного самоуправления. Концепция реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине – это как раз тот документ, который является своеобразной дорожной картой. Тот документ, который уже долгие годы ждали и территориальные громады, и органы местного самоуправления, и местные органы исполнительной власти, так как уже на сегодня назрела необходимость в принятии и урегулировании отношений между всеми этими органами. Почему президент заговорил именно о необходимости реформирования местного самоуправления? Потому что именно местная власть – она самая близкая к людям, и власть должна как можно ближе быть еще к людям, чувствовать настроение и оперативно решать проблемы людей и территорий. Каковы основные задачи, концепции реформирования местного самоуправления? Ну, безусловно, основная задача – это повысить качество жизни людей, обеспечить доступ к предоставляемым административным и социальным услугам, чтобы граждане и города, и села могли в удобном для себя режиме получить услуги, такие как пенсию, справку или какое-то разрешение на строительство, чтобы органы местного самоуправления имели достаточную материально-техническую базу и налоговую базу для осуществления своих собственных и делегированных полномочий, чтобы сами граждане влияли на выработку и принятие управленческих решений на местах. Также концепция направлена на то, чтобы все громады были самодостаточны. И не менее важный вопрос реформы – это максимальное привлечение граждан к принятию управленческих решений. Президент говорит о том, что власть, принимая то или иное решение, должна прежде всего опираться на мнение людей. Ну, а эта концепция, она предусматривает расширение прав органам местного самоуправления? Безусловно. Реформа местного самоуправления в первую очередь предусматривает децентрализацию власти и ее передачу на места. Суть реформы заключается в разграничении полномочий между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также совершенствовании взаимоотношений между ними. Также речь идет о передаче полномочий на места, усилении организации и финансовой самостоятельности, территориальных общин – сельских, поселковых, городских. Предусматривается также ряд направлений, которые расширят права местного самоуправления. К примеру, территориальные общины должны получить право распоряжаться земельными ресурсами в пределах своей территории. Также из того, что расширяет права, предусматривается совершенствование процедуры создания органов самоорганизации населения, ну а также и многое другое. В нынешние времена, мне кажется, вообще прозвучал финансовый вопрос, всегда интересует людей больше всего. Так вот, укрепление финансовой базы предусмотрено концепцией? Концепция реформирования предусматривает финансовую основу осуществления органами местного самоуправления собственных полномочий, которые в основном – это налоги и сборы, которые по своей природе связываются с соответствующей территорией. Поэтому первым шагом на пути к финансовой самодостаточности местного самоуправления является необходимость перераспределения доходных источников между бюджетами различных уровней, а также право установления и регулирования ставок местных налогов. Например, зачисляя в областной районные бюджеты части налога на прибыль предприятий аренды коммунальной собственности, в том числе и земли, Не допускается, согласно новой концепции, наличие налоговых льгот, которые уменьшают доходы местных бюджетов. Органы местного самоуправления должны получить доступ к привлечению кредитных ресурсов для инвестиционного развития территории. Также повышение эффективности использования бюджетных средств – это одно из основных таких вот направлений. Субвенции, которые получают местные бюджеты, должны быть целевые и целевое назначение должны иметь на конкретные программы. Мы много говорим о разделении. Разделение власти, разделение прав, усиление прав на местах. Что предусматривает концепция в этой связи? То есть как разграничиваться будут права, обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления? Концепция предусматривает распределение полномочий между органами местного самоуправления и органами исполнительной власти на три уровня административно-территориального устройства. На каждом уровне работают соответствующие органы. Первый уровень – это базовые сельские поселковые городские советы, их исполнительные органы, представительство отдельных органов исполнительной власти. Второй уровень – это районные советы, их исполнительные органы, районные государственные администрации и территориальные органы, центральных органов исполнительной власти. И основной, самый высокий – это третий уровень, региональный – это Верховный совет Автономной Республики Крым, Совет Министров Автономной Республики Крым, областные советы, их исполнительные органы, областные государственные администрации, Киевская и Севастопольская городские советы, Киевская и Севастопольская городские администрации, территориальные органы, центральных органов исполнительной власти. Еще интересный момент. Обсуждение концепции также прошло уровень наших постоянных депутатских комиссий в городском совете. Известно, что наши городские депутаты поддержали эту концепцию, вернее ее рассмотрение в дальнейшем. Какие предложения были внесены для рассмотрения? На выполнение решения Совета регионов в городе Запорожье было организовано широкое обсуждение общественностью основных положений концепции реформирования. Позиция президента Украины в данном случае, что власть не должна навязывать какие-то положения сверху, поэтому ведется предметное и масштабное обсуждение всех положений концепции реформирования местного самоуправления. На сегодняшний день сессии городского совета 30 октября было принято решение, концепция была поддержана, а также нашими депутатами было принято решение и утверждены те предложения, которые депутаты предложили внести в концепцию реформирования местного самоуправления. Это прежде всего стабильное обеспечение в полном объеме финансирования полномочий местного самоуправления и постепенное в течение пяти лет увеличение объема местных бюджетов в государственном бюджете до 60%. Обеспечение на законодательном уровне условий для надлежащего финансирования административных и социальных услуг, предоставляемых населению органами местного самоуправления в соответствии с утвержденными социальными стандартами в стране. Также предоставление органам местного самоуправления полномочий по регулированию ставок местных налогов и сборов и платы за землю. Следующее такое предложение было для обеспечения потребности в средствах на оплату труда работников бюджетных учреждений, предоставление разрешения органам местного самоуправления, передавать средства бюджета развития в общий фонд бюджета. А также совершенствование казначейского обслуживания местных бюджетов, в том числе установление четких сроков проведения платежей и запрет замены платежных поручений в случае их невыполнения в установленные сроки. Это один из самых важных пунктов. На сегодняшний день, может быть, этот вопрос очень многих интересует. Возвращение к местному самоуправлению функций и полномочий в сфере архитектурно-строительского контроля, экологического и санитарного состояния территории организации и регулирования дорожного движения. Следующее предложение – это внедрение механизма ответственности за использование земель территориальной общины не по назначению и долгостроев. Также отнесение к защищенным статьям местных бюджетов расходов на благоустройство территории. И, наверное, один из, на мой взгляд, более важных – это обеспечение на законодательном уровне стопроцентных поступлений от экологического налога фонды охраны окружающей среды местным бюджетом. Так как городу Запорожью это очень необходимо для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе. На ваш взгляд, принятие этого документа что даст конкретно нашему городу? То есть для Запорожья какую важность он принесет? Если к нашему мнению, к нашим предложениям прислушаются и все наши предложения будут учтены при принятии реформы, то нам позволят, во-первых, обеспечить без задержек все выплаты горожанам, которые утверждены социальными стандартами, обеспечить регулярную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, учителям, врачам, соцработникам. Во-вторых, это обеспечить более жесткий контроль в сфере строительства и благоустройства нашей территории, а также вот все-таки при поступлении 100% экологического налога фонда окружающей среды даст нам возможность направить эти средства на выполнение экологических программ. А вот в обсуждении концепции принимают участие общественники? При исполкоме городского совета уже два года работает общественный совет, и концепция реформирования местного самоуправления обсуждалась на президиуме общественного совета, ну а президиум общественного совета это, безусловно, представители общественности, которые очень были заинтересованы, и обсуждение концепции продолжается и сейчас. Вот ближайшее заседание президиума мы предполагаем еще более детально обсудить некоторые вопросы концепции. То есть они какие-то свои предложения, правильно, выдвигают, и в дальнейшем судьба этих предложений, они будут передаваться дальше каким-то государственным органам власти? Ну, те предложения, которые были наработаны исполкомом городского совета и городским советом, они были переданы областному совету. Такие же предложения областной совет получил с других территорий области. Все эти предложения после того, как будут обобщены, безусловно, они будут переданы центральным органам исполнительной власти. Что дальше? Как предполагается реализовывать разработанную концепцию, то есть ее положение, как будут внедряться в жизнь? Реализация реформирования местного самоуправления предполагается в два этапа. И это достаточно долгосрочный такой проект. Первый этап 2013-2015 год – это тот этап, когда на самом деле идет обсуждение этой концепции, наработка различных предложений, принятие законодательных актов по совершенствованию механизма участия граждан в принятии решений на местах. Необходимо на первом этапе унифицировать и стандартизировать административные и социальные услуги, которые на сегодня предоставляются на территориях. Определить на законодательном уровне собственные полномочия, функции, права, обязанности и ответственность органов местного самоуправления. Также немаловажный такой момент на первом этапе – это подготовка должностных лиц, кадровая подготовка комплексная, а также привлечение к проведению реформы на государственном и региональном уровне уже подготовленных лиц. И второй этап – это 2015-2020 год, когда уже непосредственно и будут приняты, я думаю, что это будет не один законодательный акт, а их будет несколько, которые будут регулировать все отношения. Зинаида Михайловна, грядет праздник – День местного самоуправления. Что бы Вы пожелали всем своим коллегам? Я очень Вам благодарна за предоставленную возможность поздравить своих коллег. Наша встреча проходит в преддверии профессионального праздника Дня местного самоуправления. Поэтому всем своим коллегам я хочу пожелать благополучия, удачи и новых свершений. Зинаида Михайловна, мы благодарим Вас за эту встречу. Всем напоминаю, что Вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы говорили о том, что в Украине обсуждается концепция реформирования местного самоуправления. О важности этой концепции нам сегодня рассказывала управляющая делами исполкома Запорожского городского совета Зинаида Бойко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова